Здравствуйте, уважаемые блогеры! Сегодня 3 декабря 2013 года. Блогеры в Перми, шлестный работник бывший Бессонов Алексей Борисович. Но я хотел бы сегодня поздравить всех юристов с печальным нашим праздником, который называется День юриста. Почему печальный? Ну, вы понимаете, вот у нас с вами такая профессия, что у нас страшно политизировано. И тот, кто действительно получал нормальное образование, университетское, академическое, создавал и так далее, тот понимает, насколько эта дефиниция сложна и, если хотите, противоречива. Ну вот давайте так. Скажем, в 90-е годы страна стояла на распутье. Ей была предложена концепция юридического либерализма. Ей навеяна конституция, концепция права и свободы. На самом деле это концепция Великой Французской буржуазной революции. Там нет ничего, так сказать, оригинального, все это было и так далее. Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Понимаете, вот, кстати, если бы, так сказать, были другие силы власти, то мы, возможно, получили бы совершенно другую правовую систему. Я, кстати, не критикую советскую правовую систему. Почему? Ну, действительно, там были сложные годы, 20-е годы, хаос, гражданская война. Но вот, так сказать, застойный год, так называемый, 50-е, 60-е, 70-е годы, правовая система уже сформировалась. Так сказать, все работало, так сказать, работала конституция, работала все кодексы, уголовные, гражданские, трудовое законодательство блестящее работало. То есть работало. Другое дело, что наука правовая была страшно политизирована, безусловно. То есть кроме марксизма, так сказать, ничего там, в общем-то, все остальное рассматривалось с позиции критики и так далее, как второстепенное. А между тем, я хочу сказать, что у России был шанс в 90-е годы, если бы другая концепция победила, сформировать национальную правовую систему. Во многом схожую, скажем, возможно, даже с английской правовой системой, где в основе лежал прецедент. Ну, скажем, мы же породили правовую систему, да, начиная с правды Ярослава, да, это вот правда, ну, этот закон был, по сути, о престолонаследовании, правда, где не было, чтобы вы знали, где не было смертной казни, да, а в то время еще Каролина, вот возьмите, сколько там, через 4 века, там, на иностре жгли, и так далее, у нас не было смертной казни. Да, потом были все соборы, правды и так далее. Спиранский провел кодификацию, и, по сути дела, вот, начиная с кодификации Спиранского, можно было вот эту правовую систему продолжить, национальную, да, туда бы вошли бы и, так сказать, указы и Александра Второго, Александра Третьего. Кстати, про Александра Третьего было принято уже фактически трудовое законодательство, да, потому что, ну, в Европе, там, в Европе революция здорово очень, так сказать, бурлила, и русские цари, я, может быть, сейчас, конечно, уже понимаю, что они видели опасность революционной тенденции, я понимаю даже сейчас, возможно, Николая Первого, да, который не пускал сюда либералов и, так сказать, и так далее, понимая, насколько это разрушителен для России, так сказать, все эти либеральные концепции. Да, я больше вам скажу, даже право большевиков, то право, которое было, так сказать, у белых, да, и так далее, оно тоже бы в эту кодификацию могло войти, в эту систему правую. Ну, действительно, я хочу сказать, что в пятом году Николай Второй дал, так сказать, России Думу, дал парламент, началась какая-то политическая жизнь, да, сегодня уже пишут о том, что за революциями стоял заговор, стал Алексеев генерал, ну, это отдельная тема, не хотел бы сейчас утруждаться, говорить. Ну, по сути дела, был шанс получить эту национальную правовую систему скорую с английской, где в основном, может быть, лежал даже прецедент, ну, конечно, была бы какая-то кодификация и так далее. Это право большевиков, кстати, один из первых декретов, который выпустил Ленин в ноябре 17-го, был декрет о судах. Да, они, кстати, чтобы вы знали, уже 17-го, на рябе 17-го, в марте уже была создана даже кассационная инстанция. Там, кстати, чтобы вы знали, тоже не так, я хочу сказать, что не так все было просто и примитивно, да, большевики разогнали учредительное собрание в 17-м, в 18-м году в январе. Уже была создана даже кассационная инстанция. Смертные приговоры выносили только областные, на областном уровне, там, в марте же была создана коллегия адвокатов там у них. И то там половина смертных заменилась по лицаниям, то есть не так все просто, не было уголовного вложения, уголовного кодекса, но было и положение о применении там, я вот сейчас вспоминаю, сдавал эту историю государства и так далее, право этих органов, да, и так далее. То же самое, ну, вот мы изучали эти, да, вот эти нормативные акты большевиков, подзаконные акты, там, что в ЧК давали, какие приказы, но мы не изучали, я помню, это я уже потом сам, но мы не изучали, скажем, нормативные акты, издаваемые в белой армии. Там тоже так не все было примитивно, чтобы вы знали, так сказать, и Юденич, и Деникин, они даже следствие ввели по факту расстрела семьи, там, и так далее, то есть, собственно говоря, и так далее. То есть правовая система была. Ну, а дальше, дальше был кодекс, кодексы уголовные, гражданские кодексы принимались. Да, была 58-я статья с ее знаменитыми функциями, а что там 12. Но я, кстати, вот, по этому отрезку небольшой специалист, но я сошлюсь на одного из нашего публициста. Это, он интересные факты там изучал, но он тоже не юрист, он, по-моему, инженер, но тоже пишет про, так сказать, что он пишет, что якобы 58-я не предусматривала смертной казни в мирное время, в какой-то определенной потребности времени. Я не знаю, посмотрите, я этим отрезками занимался и так далее. Поэтому не предусматривала смертную, а вот, говорит, хищение, они предусматривали, социумущество. И поэтому, почему они, говорит, себя оговаривали, говорили, что шпионы и так далее. Не потому что били, а лучше они хотели взять, лучше взять, так сказать, шпионовскую статью, да, 58-ю, чем брать, так сказать, хищение там. Воровство было банальное. Ну, надо смотреть, я, как это, не готов, не было времени посмотреть. И они предпочитали брать на себя статьи шпионские, объявлять себя шпионами французскими, там, японскими, нежели, так сказать, вот, идти как расхититель, как мошенники и так далее. Ну, это такая вот специфика и так далее. Вот, ну, в 90-м году, после социальных потрясений яйцинских, ну, вот, был предложен вот этот гражданский кодекс. Кстати, в этом гражданском кодексе всего пять, вот, первая часть была в 93-м принята, а последняя, четвертая, которая регулирует авторские права, смежные, а в 2007-м году была принята. То есть, вот, гражданский кодекс, четыре части растянулось, сколько, на 13 лет принятия, да, да, на 14 лет растянулось. То же самое с налогом, там, первая часть была в 98-м, вторая там в 2004-м была, в 2002-м была принята. То есть, да, уголовный кодекс, то есть, фактически, я вам хочу сказать, что последний был в 98-м году принят, до этого был кодекс РСВСР, ну, как его краили, там же, ну, с точки зрения уголовного права, формального, позитивного, в действиях Ельцина же там страшные составы преступления, и государственные измены, и геноцид, там, и переворот государственный, ну, расстрел парламента, что такое, и так далее. То есть, ну, вот, я предлагал вести положение правовой паузы, потому что, ну, вся приоритизация, что такое, кабальные сделки, людям по 6 месяцев не платили зарплату, за бесценность купили ваучер, ну, кабальная сделка, любой прокурор в любой стране отменится, да, и пошел ты, это еще незаконно. Но у нас вот это была пауза, у нас не действовало законодательство, и сейчас оно не действует, и трудовое законодательство фактически не действует, ни административное, ничего. При коммунистах в 70-е годы все это работало, позитивное право, право как норма, все работало, ну, нельзя призывать свергать, нигде строй, нельзя, так сказать, жульничать, нельзя, так сказать, основу права сейчас сделаю всех юристами. Основа права – это добросовестное поведение. Веди себя добросовестно, и все нормально, ничего не нарушено. и недобросовестно ведешь себя вот и все это основа, скелет дальше, были же серьезные работы Торохов у нас, он был автор монографии теории доказательств в советском уголовном процессе у нас завтра уголовного права процесса, хорошая работа очень кстати, немцы много взяли у нас, то есть в основе лежит это сильная была сторона, в основе лежит что? в основе лежит теория объективной истины истина достижима? конечно достижима отсюда ни одно доказательство не имеет заранее установленную силу, и показания свидетеля имеют такую же силу, как заключение экспертов, вот тут часто говорят, что а вот экспертиза показала, а почему не принимает внимание экспертизы? да экспертиза такой же вид доказательств знаете теорию доказательств в уголовном процессе, кстати они сохранили объективную истину в сегодняшнем процессе, никто, хотя ее хотели выбросить когда готовили новый уголовно-процессуальный кодекс, вот либералы, которые хотели, как у американцев доказательства первой категории, второй категории и так далее, нет и одно доказательство, у них ничего не расследуете ну и что же заключение экспертов, эксперт может ошибаться может что-то недопонял а показания свидетеля характеристика что-то он убивал что он нанес удар потому что вы до этого дрался петров показывает у сидоров покажет ну что тут хоть что экспертиз может показать что что не он дает объективная оценка всесторонние полные не одно доказательство раскрыли все и так далее то есть я хочу сказать что в данной ситуации это оставить это сам это очень сильно было в теле доказательств и это сегодня позволяет расследовать преступления и не быть судам заложниками так какие следствия заложниками это обстоятельства если были приняли либеральный кодекс у пк то там бы так было все заключение спектр одно это показали другое то есть это глупость поэтому сложно понимаете к сожалению вот я только что по правым вопросам кто угодно может рассуждать это у нас видите сейчас уже появились там правозащитники и бывшие историки и филологи и давай с утра до вечера права и свободы права и свободы понимаете это все это сказать относительно про продиктовать прописать можно все что угодно надо еще и создать реальный механизм исполнения поэтому проблемы были конечно были еще раз говорю в советские годы вот внешняя идеологизация то есть практически ничего не изучали или изучали очень ну изучали мы-то изучали конечно но я имею ввиду что основная масса населения она как бы так сказать вот ему эту рыбу давали марксизм в виде таскать определенных таскать пятиклейки там и так далее но это мало очень надо все-таки изучать все начинать с римского права там заканчивая все эти сдавать всякие куча предметов и как врачи да я же не буду по медицинским вопросам называть почему любой врач каждого ничего не понимать пошел не сдавали анатомию не сдавали химию не сдавали физику идите ничего не понимаете так и здесь но на правые вопросы не надо так рассуждать потому что вы но еще не понимаете потому что ну еще не так просто тем более когда идут дискуссии такие среди ученых там и так далее я хочу сказать что на альтернативу либеральной концепции юридического либерализма были другие концепции вот муромцев у нас был автор исторической концепции кстати когда гитлер пришел к власти там тоже не так все просто было знаете эту расовую теорию неогигелянцы профессора генерского университета перлинского университета гитлера написали из позиции гегеля так сказать обосновывали я вам хочу сказать немцы у немцев известный монолог фауст там когда он говорит что я там все науки постиг юриспруденцию там и только это не понимает кто суть юриспруденции не знает вот он прав был что все таки надо постигать учиться так сказать что-то сдавать так сказать пассиваться в кабинетах так сказать где-то и так далее у нас видите к сожалению сейчас юристов как собак трезаных но копней ничего не понимает понимаете вот они начинают права и свободы права и свободы ну и что что права и свободы вот одна из концепций какие какие в этой конституции со статью 83 с полномочия президента киев может быть демократия как разделение властей ну что вы глупость говорите нормально была конституция 36 года появилась потом она садя 7 дурацкая как будто партийные борьбы так сказать когда они не хотела партийная элита отдавать власть реформу я готовил сталин политическую вот отдельная тема и так далее поэтому еще раз я вас поздравляю сложная наука трудная непростая очень много тенденций течений и так далее но тем не менее только вы юристы мы можем понимать многие вещи многообразие правых концепций то что основная масса населения не понимает на видит одно им пересказывает одну концепцию марксизм потом либеральные концепции пересказывают там еще очень перескажут и так далее а вот есть видение всех тоже врачи усилища там таскать пенициллином 3 на грязь поляне легким докажет он скажет что вам не пенициллина тебе газа быстрее поэтому ситуация такая сложная непростая у меня специализация все государственные преступления я вам хочу сказать что в другом составу преступления и люкин рано возбудил в отношении горбачева по измене родине там уходить не вы не ходи там 64 ельцин уже открыто говорят что был агентом цру там тоже его действия и путина он возбудил по 1075 квалифицировал генпрокурор я согласен с ним что есть все признаки и так далее но к сожалению вот такие такой период в истории нет права не уголовное право не все незаконно жену устроил по плату на государственную службу уже превысил 206 и 9 иди нафиг все никто срабатывать не будет но то у нас они все умные все хитрым все это все бизнес-маля за счет государственного бюджета на любой стране мир это особо культирует состав первая филани в американцах как пятнашку 30 получили это все и тебя уже никто знать не будет никуда не хитрый но к сожалению вот вот так поэтому мы выглядим дурачками потому что вы таскать ничего не воруем ничего не литься признаем прекрасно что тут нарушена тут нарушена тут нарушена они ничего не знают и все самые умные машины датчики когда для экономики нет ничего нет но такая история такая страница но вводите с крейса будем мы спасибо ваш бессонного все борисович аналогич Продолжение следует...